Сегодня день прощения, очень важный день перед постом, поэтому мы должны немножко познакомиться о прощении, поговорим и из Слова Божьего почитаем. Поэтому мы знаем о том, что если мы не прощаем кому-то грехи наши или обиду, если в чем не имеем, на кого, то Господь простить нет никогда. Поэтому мы сегодня познакомимся, как прощать, и сегодня мы идем, и после службы у нас был чин, специально чин прощения. Это единственный день в году, когда все, что на кого-то, какие раньше были обиды на кого-то, кто-то кого-то обидел, сказали мне так, вы обязаны всем простить. Мы все должны прощать все и прошлые грехи, какие что имеем, на кого обязательно простить. Если мы в пост войдем с такими грехами, не прощения, то напрасный и пост будет. А что такое пост? Воздержание не только воздержания, в пище от всего молочного, мясного переходим на растительную пищу полностью. Но это главное следить за собой, за собой, воспитывать себя должны и самообразованием, самовоспитанием заниматься, сами себя следить за собой, снисходить друг к другу, прощать друг друга, ни на кого ничего не иметь. Итак, мы зачитаем из Священного Писания некоторые места о прощении. И очень много написано о том, как Христос говорит, если ты прощаешь, то и Христос простит грехи ваши. Читаем из Псалма 32, первый стих. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Когда эти грехи? Когда эти беззакония и грехи будут прощены тебе? В какой момент? Когда? Ты простил своему обидчику. И Христос прощает нам грехи наши. И блажен, то и счастлив, тот человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Следующий читаем к евреям, к Ефесянам 4.32. Не будьте друг, но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга. Как и Христос простил вас. Прощайте друг друга. К Ефесянам 1.7 читаем. В котором, то есть во Христе, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Следующий, еще один прочитаем стих из Священного Писания. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот этот стих, пожалуйста, все вместе сейчас повторим, заучим ее с Полиночкой. Слезь, спокойно. Что, головка болит, да? Нет? Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Повторяем. «Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Еще раз, пожалуйста, повторим, а потом дома вы заучите наизусть еще этому. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. То простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши». Достаточно, да? Дома доучите. И вот я дам, я вашей маме потом дам это, надеюсь. Места священного писания, где вы пишете и будете заучивать стихи наизусть. «Христос пришел и простил грехи наши. Только кровью Христа дощаются грехи. Возмездия за грех смерть, а кровь Христа очищает вас от всякого греха». Еночка, прочитайте, не надо. «Чего ты, да?» Ну так не надо, так некрасиво. Походи. Давайте мы с вами сегодня почитаем «Жития святых». Писал по книгу Сергей Фонов собрал эти жития. «Милостивое сердце дороже золота». Наши небесные друзья. Апостол Филипп, начнем с него. Святитель Анн Милостивый. Есть одна диковинная страна. Находится она на золотом Фипарисовом острове. Этот остров называется Кипр. Расположен он на востоке Средиземного моря. Кипр в переводе на русский язык означает «кипарисовый». А вот люди там жили действительно золотые. Ведь доброе и чистое сердце дороже всякого драгоценного металла. В VI веке после Рождества Христова в одном из благочестивых семей из Кипра появился на свет мальчик Иоанн. Умный и очень добрый. В детстве он любил читать книги и ходить в церковь. Однажды после вечерней молитвы Иоанн безмятежно заснул. И вдруг кто-то его разбудил. Открыв глаза, он увидел перед собой деву неописуемой красоты. Ее одеяния блистали, как солнце, а на голове был венец из масличных ветвей. «Я старшая дочь великого царя», — ему стало жаль всех людей. И уже не мог он пройти мимо бедного человека. Для всех нуждающихся его рука стала золотоносной и, конечно же, никогда не оскудевала. Поэтому уже в юношестве ему дали прекрасное имя Иоанн Милостивый. Это имя он достойно пронес через всю свою молодость и зрелость. Так и завершить бы ему свои дни мирно и безмятежно. Но Господь приготовил своему угоднику новое, более трудное поприще. В 609 году в Александрии умер патриарх. И вместо него на патриарший престол был возведен Иоанн Милостивый. Человек предполагает, а Господь располагает, — говорит русская пословица. Вот и в Александрии много было споров, кого поставить патриархом. Но Господь указал императору Иераклию того, кого сам избрал. Так святой Иоанн стал патриархом, то есть отцом верующих. Все 10 лет его правления Александрия была домом милосердия и любви. Святитель считал напрасно прожитым день, если не было человека, которому бы он мог оказать помощь. Мы тоже, когда живем, всегда должны помнить, каждый день, кому мы должны помочь. Даже ничего нет, хотя бы о Христе рассказать. Это будет великая помощь, уже великое милосердие. Рассказать людям о Боге, это духовная пища. Ты голодному не подал? Нету сейчас? Мало нуждающихся, мы их не знаем. Даже к храму придешь иногда. Ну, стоит какой-нибудь алкоголь, и больше никого нет. И не знаешь, кому подать милостыню. Расскажи о Христе. Кто-то не знает, поделись с ними знаниями о Боге. Открой истину. Не жалейте в классе. Есть лишняя запасная ручка, кто-то забыл? Поделись всегда. Не зажимай, и к тебе люди потянутся. Будет, уже завяжется беседа. Можно быть в общении, рассказать о Боге. Как-то завязывайте больше друзей вокруг себя, собирайте. Просите о избраничестве Божьем. Чтобы и вам какой-то талант такой Бог дал для спасения. Может, и вам тоже это милосердие Бог пошлет. В это время пирсы напали на Сирию, Палестину, и увели в рабство множество христиан. Вот тут-то и помог им святой Иоанн. Он нагрузил целые корабли золотом и пшеницей, отправил их для выкупа бленных. К самой Александрии добрый патриарх раздавал милостыню прямо на улицах. Многие убеждали его этого не делать, боясь, что он разорит церковную казну. Но святой верил щедрому Господу, ведь именно от него научился он милосердию. И Господь никогда не оставлял своего угодника без средств. Однажды патриарх шел в церковь святых мучеников Кира Иоанна. На дороге встретилась ему бедная вдова. Она с плачем рассказала, что собственный зять похищает у нее последнее пропитание. Святой Иоанн остановился и решил выслушать эту женщину до конца. Многие святы говорили, что нельзя расточать время на нищих, когда его ждут. На это патриарх ответил, как же Бог услышит мою молитву, если я не выслушаю просьбу его посланницы. И не тронулся с места, пока не разобрался с этим делом и не защитил вдову от обиды. На любого несчастного человека святой Иоанн смотрел, как навестника от Бога. Если кто-то беден, значит виноват я. Часто повторял святой. Кстати, вот прошлая служба была, да? Отделит Господь овец от козлов. Там как раз о милостыне. Кто помнит местописание это? Как Господь будет разделять? Кто может рассказать? Кто Господь сказал, голоден был я, и вы меня не накормили, нако не одели. В больнице не посидели. Почему вторые пять дев не вошли? Почему первые мудрые вошли? Вот это просто начните, и мы вчера скупусим это. Не надо перебивать. В смысле сперенадежки. И вот Господь отделил как раз вот это вот милости, выходные милостивых, именно потому, как оказали ближнему любовь, да? И Игнать Тихонович, вот как раз у нас после этого собрания было, и он такую мысль подал, что ты ничего ни у кого не украл. Ты ничего не взял чужого, но ты утаил милостыню, ты не подал, и ты вор уже у Бога находишься, уже ты не войдешь. Он тебе дал на милостыню, а ты не поделился ни с кем. И как притча вот о добрых делах, именно Маджи Господь, говорит, пять дев. Одни взяли илей для своих светильников, а другие не взяли. Они были чистые девы, они себя сохранили для Бога. Больше они ничего доброго не сделали, никому не помогли, ни о ком не позаботились. И уже они не вошли. Поэтому будем иметь ко всем милосердие, сострадание. Смотреть больше добрых дел, этим мы будем строить жилище свое на небесах. Если кто-то беден, значит виноват я, часто повторял святой. Как-то раз знатный вельможа решил особо почтить патриарха и купил ему одеяло, шитое золотом. Но святой Иоанн тут же повелел продать дорогую вещь, а на вырученные деньги приобрести для нищих одежду. Услышав об этом, вельможа выкупил одеяло вторичное, святой Иоанн снова его продал. Это повторялось много раз. Увидим, кто из нас утомится первым. Ласково заметил патриарх вельможа. Я продаватель и ты покупатель. Я в прошлый раз заходил, я не вижу, где бикереты. Чтобы во время, когда идут занятия, здесь не бегали. Этот парнишка там под низом. Ну, понимаете, надо обратить внимание. Я вытащил его сюда, не вытащил, сказал. Он сел рядом с Игорем, с левой стороны сидит нормально. Сидит отлично вообще. Никуда нельзя. Потом играть отдельно будете. После службы можно поиграть, пообедать будет. Вы каждый в этом участие принимаете. Маленько задержал, рассказал. Потому что некоторые у нас были в лагере, видите, как мы занимаемся. Мы все стараемся рассказать. А то они не понимают. А как они понимать будут, когда еще не говорят? Православных надо учить очень многому. В церкви стоят. Слоганский язык не знают. Не знают. Расскажение идет, иногда и проповеди даже нет. Поэтому надо дома. Одного года не надо мытать так. Ножки вот так держат. Дома больше заниматься. Чтобы... Какое ивангельское чтение на сегодняшний день не может посмотреть. Тем более, так сегодня понятно пишут. Разное, для детей отдельно где-то. Вот, замечаете где что-то не так. Я каждый раз на что-то особо указываю. И вижу, что исполняют. Поэтому сегодня заботиться надо о покаянии. Кто может, чтобы детей взяли с собой. Попроситесь. В Покровский собор. Там будет архиерей. Владыка Сергий. И там будет прощенное воскресенье. Много будет священников. Кого кто обидел. Особенно попросите прощения у родителей. Где-то было непослушание проще. По-хорошему-то надо попросить прощения у учителей, которых не слушается. Нам кажется, ну не слушается. Не слушается у него переживания. Раньше времени люди умирают. И непослушание ведет за самоубийство. Этот грех очень большой. Не так просто. А потом вырастает какой-то не такой человек. Законы нарушает. Евангелие нарушает. А причина-то одна. Вовремя не заложили его фундамент. Я вот посмотрел в других странах, как учат. Хуже кажется некуда. У нас нормально все. И одеты. Все как надо. И молитвы знают. И посты соблюдают. Но это не означает, что мы такие хорошие. Спроси что-то по Евангелию. И каждый ответит. Тебя если ударят или кто-то там в школе, как ты будешь? Да вот на него напали. У нас в лагере был такой. А тот сдачи дал. А дальше пошло. Потерявки были. Рукой нельзя. Нельзя книги трогать. Посади рядом вплотную. Прямо рядом. Не ты передвигайся, а его. Сядь на место. Иди сюда. Подверься рядом. С той стороны. Возьми его с той стороны. Вот так. Ему там удобнее будет. У тебя рука свободна. Так сиди. Никуда. Если не бой слушаться мне, скажите. Вот о чем мы слышали. Вы говорите и все старайтесь применить в жизни. Вот говорили там, нельзя снежки кидать, чтобы соседу не попадало. Больше никто этого не делает. Бегали там под окнами у нас где-то, боялись вам. Это сейчас, ну может большой снег удерживаю. То есть тех нарушений я вижу уже нет. Это результат того, что мы занимаемся. А вы старше, младше подсказывайте. Какие-то вопросы задавайте друг другу. Во славу Божию. Спасибо, Господи. И вот хотел золотое покрывало один вельможу подарить. А он продал и нищим раздал. Вельможа опять выкупил. Патриарх говорит, тут посмотрим, кто первый станет продавать и покупать. И чем чаще одеяло покупалось и продавалось, тем больше нищих одевал святой Иоанн. Своей щедрой милостыни Патриарх не только не разорил церковную казну, но напротив приумножил ее. Вернее сказать, приумножил ее сам Господь руками щедрых людей. Никакое добро на земле не пропадает бесследно. Над ним милосердный Господь, который видит все наши мысли и поступки и радуется, когда мы со всеми ладим и всех любим. Ведь и не только внешний и внутренний Господь видит. Одно твое уже желание и намерение, и Бог поможет тебе. Господь дает желание и возможность исполнить желаемое. Только не похоронить в себе этот талант, а развивать надо его. Постараемся же быть добрыми каждому, как и золотой человек с Кипарисового острова, святитель Иоанн Милостивый. В памяти Анны Милостивой 25 ноября по новому стилю. Кто хочет дома жития святых, у кого есть подробное, прочитайте. Тут, конечно, укороченный вариант. Какие мы можем выводы сделать из этого прочитанного жития? Кто может руку поднять? Чем этот святой конкретно прославился в православии? Он был милостивный и нищим дарил свое, отдавал. Щедро дательный, да, Бог милостивый? Всех жалел. Если я сегодня никому не помог, день прошел зря. Так, молодцы. Сами пытаетесь в жизни что-то? Примеры какие-то есть у кого-нибудь? Милосердие. А то бывают мы такие милосердные, что неверующие к нам более милосердны, чем мы к ним милосердные. Есть какие-нибудь примеры жизни? Нет, ни у кого в школе где-то. Это кому-то, по-моему. Надежда Васильевича, еще что-нибудь. Хотите добавить? Благодарим Тебя, Господи, за наши занятия. Слава Тебе. Судавайтесь с Богом, чтобы хорошо стояли. Правильное крестное знамение, правильные поклоны перед алтарем и баллоном. С окончением. Спасибо. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Господи. Милости мне, Господь, и судьбу всем обидимым, Сказав пути своя моей серой, Сына Бога, здравимых хотенья своя. Щедрой милости, Господь, Долготе, пыль и благовиности, Не до конца прогнился, Не живет враждует, Не по беззакониям нашим сотворительствам, Не живет по грехам нашим воздал есть нам. Я, по высоте небес нет земли, Утвердил здесь Господь милость свою на боящихся Его. Елико расстоят во солнце от запад, Утвердил здесь нас незаконие наше. Я, кружи, щедрит отец цели, Будь щедрит, Господь, боящихся Его. Я, который позна создание наше, Пламен, ну, якобес есть мы, человек. Я, который в небо, Я, который святил не так во святе, Я, кто до крови в небе не будет, И не познает тому место своего. Милый же Господь не от века и до века, На боящихся Его. И правда Его на сцене, Сынов, хранящих завет Его, И полничать заповедиво творития. Господь на небесе уготова престол свой, И царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, Все ангелы Его, Сильные крепости, Дружище Своего, Услышите глас славес Его. Благословите, Господа, Всесын Его, Слуги Его, Творящие волю Его. Благословите, Господа, Всесын Дела Его, На всяком месте владычества Его. Слава, Своя Сына и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, Ведь внутреннее мое, Имя Святое Его, Благословен Иси, Господи. Благослови, 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 Господа, Господи помилуй, Твоя, Господи помилуй, Славного Господа, Наши Богородица, Прис? На него молит, Со всеми святыми, Помянувшие, Сами себе, Друг друга, Вей живот наш, Наш, Хресту Богу, предадим. Тебе, Господи, Слава Царства, Слава Царства, Слава Царства, Гожица, Гожица, Моги, Христа и Вовеки веков. Аминь. Глава Свою Сыну и Святому Духу, хвари, Душа моя Господа, Глава Свою Господа, Живайте Моем, Волю Богу моему доме женись. Не родитеся на князина, Сыны Человеческие, в ней женись спасения. И изыдет его и возвратится в зебру свою, в твой день погибнулся повышение его. Блаженному же Бог, каждый помощник его, упала его, но Господа Бога своего. Слава Царства, Небо и землю, море и всееже мир, хранящего истинным век, Творящего суд обидимым, знающего пищу алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет сверкцы, Господь возводит незреженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, силы там упримет, и пусть грешных погубит. О, Царица, Господь вовек, Бог твой всего не пробежит, В имени и крестны во веки веков. Аминь. Единцы, святые троицы, спрашивайся, И изволили спасение нашего ради. Воплотитеся, святые Богородицы, и блесной Девы Марии, Непреложно расчалечивайся, Простныся же, Христе Божий, смерть и смерть поправы. Единцы, святые троицы, Прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.